С таким предложением обратился к администрации города Минсельхоз Хакасии. И мэрия откликнулась на инициативу. В тестовом режиме платформа будет опробироваться в ближайшие три месяца. Полностью она называется «автоматизированная система учёта животных без владельцев». А предоставила её компанию, у которой уже есть в этой части наработанный опыт в других регионах. Городскому отделу экологии платформа позволяет перевести в цифровой формат данные по контрактам и животным. Точно так же в электронном формате на отловленных собак будут создаваться карточки с пометками о первичном осмотре и маркировке. Тем, кто умеет пользоваться современными гаджетами, в плей-маркете есть специальное приложение, в соответствии с которым можно подать заявку. То есть, войдя в это приложение, мы можем подать заявку. Если у кого-то нет возможности с телефона выйти и сделать заявочку сюда, они нам направляют либо по звонку, либо направляют в старых вариантах. Ну, вот такие в бумажном виде обычные заявки, которые вот эти заявки специалисты вносят в эту систему. Ну, распределяем уже, то есть всё видно, кто работает, допустим. Здесь мы вносим наших подрядчиков. На данный момент у нас два контракта, две бригады одновременно по городу Абакану работают. Принимая заявку, мы её вносим и тут же моментально направляется подрядчику. Другими словами, завидев бродячую стаю, абаканцы могут теперь отправить фотографию, сделанную по месту её нахождения прямо по назначению. Нужно только учитывать. Отслеживаются адреса методом геолокации, так что нет смысла отправлять заявку, отъехав от стаи на приличное расстояние. Что же касается владельцев собак, то к ним у специалистов коммунального ведомства отдельная просьба – стерилизуйте питомцев, если потомство нежелательно. Потому что источник новых стай – те самые коробочки со щенками, оставленные сердобольными гражданами за пределами усадеб. Где такую операцию питомцу можно сделать, уточняйте на сайте администрации. Там есть публикация, либо в отделе экологии по телефонам, указанным на экране. Елена Лобанова, Зураб Кабахидзе, Новости.